В администрации Азбеста состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Азбестовского городского округа. В конкурсе приняли участие три кандидата. Иван Валерьевич Епимахов, начальник отдела физкультуры и спорта администрации Азбестовского городского округа, Сергей Леонидович Степанов, директор 21-й школы и действующий глава города Наталья Робертона Тихонова. Данные о решениях конкурсной комиссии были своевременно доведены до всех кандидатов и опубликованы на ближайшем порядке протоколы соответствующей информации в средствах массовой информации Азбестовского городского округа и на сайте Азбестовского городского округа. Сегодняшний конкурс состоит из двух этапов. Там частей, первая часть публичная, на которой конкурсанты представляют свои программы развития Азбестовского городского округа, и вторая часть индивидуальное собеседование. Затем каждый из кандидатов на должность глава Азбестовского городского округа представил конкурсной комиссии свою программу. О перспективах развития городского округа на ближайшие годы доложил Иван Епимахов. Считаю, что в настоящее время в округе сделано немало. Однако для того, чтобы двигаться вперед, необходимо повысить качественный уровень. Для этого в округе имеется весь необходимый потенциал. Достижение цели планируется обеспечить за счет реализации направления мероприятий, среди которых, во-первых, развитие и сбережение человеческого капитала. Основными мероприятиями в развитии образования будет продолжение реализации программы «Уральская инженерная школа». В рамках сохранения семьи и детства планируется расширить формы работы с семьей, увеличить количество мероприятий с родителями по вопросам профилактики и безопасного поведения детей и подростков. Важным мероприятием является улучшение качества жизни пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. В заключение я бы хотел сказать, что основная цель нашей программы это достижение комфортных условий и проживания наших граждан. Свою концепцию развития Азбестовского городского округа с целевыми показателями представил еще один претендент на должность главы города Сергей Степанов. Назову основные целевые показатели развития моногорода. Это создание к концу 2027 года 1162 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия. Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды и снижение доли численности работников городообразующего предприятия к среднесписочной численности работников всех организаций. И это не за счет сокращения. О ситуации в городском округе, о реализации муниципальных, региональных и федеральных программ, о приоритетных направлениях в городском округе рассказала Наталья Тихонова. Напомню, что за последнее время вопросы, связанные с ремонтом дорог, занимают приоритетное направление. Среди них за последние годы, за последние пять лет отремонтированы улицы Советская, Промышленная, Проспект Ленина, Островского, Путепровод на въезде в город, Лесозавод, улица Луговая. Завершается ремонт улицы Уральской. Общий объем направленных инвестиций составил порядка 390 миллионов рублей. Модернизированы все 13 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в городе Азбесте. Наталья Тихонова остановилась на наиболее значимых и актуальных проблемах городского округа. Проблема номер один – это состояние автомобильных дорог местного значения. Конечно, в большей своей степени не отвечает требованиям безопасности, включая основные городские, объездные, а также придворовые проезды. Изменить ситуацию возможно, но при серьезном комплексном подходе с условием участия в государственных программах в области дорожного хозяйства. В первую очередь необходимо уделить особое внимание на ремонт дорог по улицам Челюскинцев, Володарского, Мира, Садовая и отдаленных районов города. Ремонт улицы Челюскинцев будет скидить сегодня. Второе – это аварийность и неудовлетворенность населения качеством предоставляемых коммунальных услуг. Электротепло, газо, водоснабжение – в первую очередь, это связано с изношенностью сетей более 80%. В настоящее время актуализирована схема теплоснабжения до 2050 года. Необходимо снизить количество аварийных ситуаций и продолжить замену сетей ресурсоснабжающей организации. Отметив еще ряд важных вопросов и проблем, и пути их решения, Наталья Тихонова сказала. Уважаемые участники, хочется верить и надеяться, что представленная программа развития муниципалитета найдет свое применение в жизни. Поставленные задачи, напряженные, амбициозные, но, на мой взгляд, выполнимые. Самое главное, считаю, это мнение жителей, которые научили меня работать за последние 7 лет. После всех обсуждений и личных бесед с претендентами на должность главы города, конкурсная комиссия после процедуры голосования приняла решение предложить Думе городского округа рассмотреть на заседании Думы кандидатуры Ивана Епимахова и Натальи Тихоновой. Юрий Чиликин, Максим Фетисов. Новости АТВ. Новости АТВ. Новости АТВ. Новости АТВ. Новости АТВ.